Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы сейчас поговорим о 37-й главе книги пророка Езекииля. 37-я глава, ну, наверное, тоже, как и 34-я, как и 36-я, может быть названа по праву одной из самых важных и самых известных в книге пророка Езекииля. Смотрите, в предыдущих главах Бог говорил о том, что ради имени своего он восстановит Израиля, он даст вам, дам вам сердце, плотяное вместо сердца каменного, многие замечательные, важные, поразительные вещи. И да, Господь обещает возвращение народа из плена и восстановление жизни на земле Израилевой. И говорит, что это будет очищение грехов народа Божьего. Все это так, все это важно и прекрасно в парадигме взаимоотношений между Богом и народом. Но есть такая вещь, как конкретные люди. В эпоху плена начинается размышление у израильтян о том, как каждый из нас в отдельности предстоит перед Богом. Когда речь идет о том, что вот народ Израиля заключил завет, предал его, его постигла катастрофа по причине кровопролития беззакония Израиля, Израиль через эти, в этом гарниле страда не очистился, и Бог возродил его и дал ему новое сердце, все прекрасно. Но, с другой стороны, преступления против завета совершали одни люди, в плен были угнаны другие, а возвращаться будут третьи. Те, которые были угнаны в плен, были потомками тех, кто проливал кровь, грабил и угнетал бедных и слабых, поклонялся всякой дряни и так далее. Но они сами этого не делали. Несколько глав назад Бог говорил о личной ответственности, Бог говорил Иезекиилю о том, что если отец праведник, а сын преступник, отец спасется, сын погибнет. Если отец преступник, сын праведник, отец погибнет, сын спасется. Вот вина и ответственность не передаются по наследству. Каждый отвечает перед Богом сам за себя. Грандиозная, чрезвычайно важная мысль, совсем недавно высказанная Иезекиилем. Но как же так, если разные люди разных поколений совершали те преступления, за которые Бог карает, в кавычках, да, которые являются предательством завета, а в плен идут другие. И эти ушедшие в плен там в плену умрут, плен будет длиться 70 лет. И вернутся назад другие люди, не пережившие этих страданий, уж тем более не повинные в преступлениях отцов своих. Вообще, на самом деле, очень важная тема, потому что, знаете, ну, про вину предыдущих поколений мы совершенно не хотим думать. Да, хотя надо бы. Мы не хотим брать на себя ответственность за подлости предыдущих поколений. Мы очень любим хвастаться подвигами предыдущих поколений, за которые мы тоже ответственности не несем. Итак, вот, что же, как с этим быть? Как с этим быть? Современники Езекииля там в Вавилонском плену говорили, ну, все, Израиль погиб, вот все эти люди, они мертвы, и народ погиб, иссохли кости наши, и погиб дом Израилевых, мы оторваны от корня, все, вот. Ну, хорошо, допустим, они говорят о том, что это несправедливо возлагать ответственность и кару на людей, которые, собственно, ничего этого не осуждали, не совершали. Несправедливо, да, несправедливо. И вот именно на этот вопрос отвечает Господь Езекиилю в 37-й главе. Здесь слегка, на самом деле, конечно, перефразирована логика пророчества, вероятно, из литературно-поэтических соображений, чуть-чуть местами переставлены слова. Итак, дом Израилев говорит, все, мы погибли, иссохли кости наши, и при этом мы не отвечаем, мы не совершали тех преступлений, за которые погиб народ наш. И все, и ты обещаешь нам, что выведешь народ Божий, но мы-то погибли. И вот Господь выводит из Езекииля и ставит его среди поля, вот это видение среди поля, и это поле полно сухих костей, вот как поле брани. Представьте себе эту картину, вещагина, апофеоз войны, или вот такое вот поле, усеянное сухими костями. Все, что осталось от народа Божьего, они уже никуда не вернутся, они уже никуда не процветут, думают израильтяне. И Господь спрашивает, Господь говорит Езекиилю, сын человеческий, а живут ли кости сии? А живут ли те, кто погибли, кто уже погибли, кто не дожили до обещанного восстановления, очищения, обновления? Пророк говорит, Господи Боже, ты знаешь это, ты знаешь это. Дело не в том, что Бог знает, а в том, что Бог хочет. И поэтому Бог повелевает Езекиилю, говорит, из реки пророчество на эти кости. И Езекииле изрекает пророчество. Так говорит Господь костям сим. Я введу дух в вас, и оживете, облажу вас жилами, и выращу на вас плоть. Конечно, в первую очередь, речь идет о том, что снова Бог восстановит народ Израилев. Ну так он его так или иначе восстановит от остатка, от корня Исеева. Гораздо больше здесь говорится. Бог говорит о том, что погибшие у него живы, и он силен вернуть к жизни умершие. Понимаете, не отменить смерть, а победить ее, воскресить умерших, вернуть к жизни умершие. И пророк видит, как происходит шум движений, стали сближаться кости, и жилы на них, и плоть выросла, и кожа покрыла. И дальше специально, отдельно, он произносит пророчество о духе. От четырех ветров «Приди дух и дохни на этих убитых», и они оживут. И вернуться к жизни. Дух от четырех ветров, вот такой поэтический образ, который в молитве, в том числе и в евкористической молитве Равней Церкви был известен. Дух от четырех ветров, «Приди и вдохни на этих убитых, они оживут». И они ожили и стали на ноги свои весьма-весьма великое полчища. Ну, правда, великое, правда, огромное множество. И когда мы пытаемся себе представить, а где эти люди поместятся, у нас, конечно, нет ответа на этот вопрос. Ну, нам, видимо, как бы, мы не все понимаем, как это будет устроено. Воскресение мертвых. Тот, кто погиб, погиб не безвозвратно. То у Бога ничего не потеряно. Ничего не потеряно. Жизнь может быть возвращена Богом. И поэтому для этих людей, погибших, погибших без утешения, без вины часто и без смысла, для них не все кончено. Они примут и очищение, и возрождение, и милость Божью. И дальше Господь обращается через Икиля к народу Божьему. Кости сии, весь дом Израилев. Вот они говорят, иссохли кости наши, мы оторваны от корня, погибла надежда. Скажи им так, вот, я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших и выведу вас в землю Израилеву. Как он это будет делать? Мы вообще понятнее состояние. Важно, что он это будет делать. И тогда вы узнаете, и вложу в вас дух мой, и оживете. Тот дух, который в предыдущей главе Бог говорит, сделает наши сердца из каменных плотяными. Вот, пожалуй, во всем Ветхом Завете это наиболее явное, недвусмысленное пророчество о воскресении мертвых. Ну, и уже по одному этому чрезвычайно важно для нас с вами, для современных читателей. Вторая половина главы посвящена отношениям между Иудой и Ефремом, между двумя половинами, коленом Иудином и остальными коленами народа Божьего, которые разделены. Ну, и Господь повелевает пророку, возьми два же зла, на одном напиши Иуду, на другом Ефрем, сложи их вместе, вложи в руку мою. Вот, и так они, как эти два же зла вместе в руке твоей, так они будут одно в руках моих. Будут одно в руке моей. Возьму сынов Израилевых и сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех них. таким образом восстановление народа Божьего восстанавливаются и соединяются те части, на которые народ Божий раскололся. Ну, вот, в данном случае Иуда и Ефрем. Ну, и насколько можно судить по логике повествования, это связано с воскресением, это связано с тем, что выведу вас из гробов и оживотворю вас, и то, что вас разделяло, оно останется там, в гробах, а выведу я вас к себе, и вы будете вместе. И раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих. Таким образом, вот эти слова как бы соединяют все то, что пророк от Господа говорил в четырех предыдущих главах. Раб мой Давид, царь и пастырь, и они будут ходить в заповедях моих, и раб мой Давид будет князем у них вечным. И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними. Завет мира, как мы уже говорили, это завет, который будет заветом примирения, а не обличения. Есть на вас обличитель Моисей, говорит Господь. Да, завет Моисеев выявляет грех человека и делает неизбежным кару за него, гибель из-за него. Завет мира, это не завет, возлагающий кару, а завет, который дарует новую жизнь в Боге. И устрою их, размножу, поставлю среди них святилище мое навеки. эзекиэль, иерусалимский священник, он не может об этом забыть. Он не может забыть о том, что в эту эпоху, когда он живет в изгнании в Вавилонии, Господь говорит, я сам буду для них некоторым святилищем в земле этой. И вот поэтому Бог говорит ему, и я поставлю святилище мое среди них навеки. Дух мой, который пребывает в сердцах людей, имя, которое наречено над народом Божьим. Раб мой Давид, который будет пастырем народа моего вовеки. Вот все это присутствие Бога. А там, где присутствие Бога, это и есть святилище. Это и есть святилище вовеки веков. И будет у них жилище мое, и буду их Богом, а они будут моим народом. Вот будет у них жилище мое. То есть речь идет о радикально новой, неожиданной, неочередной вещи. Между небом и землей непреодолимая пропасть. Бог в небесах небес, мы на земле, и мы можем только слышать голос его, и не можем вероятно увидеться с ним лицом к лицу. Я буду среди их святилищем, и будет среди них жилище мое. Вот пребывание Бога среди обновленного народа это то обещание, которое собственно Бог и дает в этом завете мира. Завете, путь к которому лежит через воскресение мертвых. Субтитры